В такой аудитории я последний раз выступал, наверное, в году, в 91-м, на партсобрании дивизии, поэтому уже не помню, как это было и как себя вести. Поэтому попробую, если что, будете мне помогать. Я тут показываю набор своей техники, не для того, что я там хвастаюсь, а просто показываю, что мы на земле на количестве 2000 гектаров, небольшой плюс мы имеем, это все равно все куплено в кредит, вы сильно не обращаетесь, что вышел на наутил и сразу заработал и все купался. Нет, большинство техники все равно находится в кредите. Почему с комбайнов началось? Потому что, ну, все, которые здесь выступали, мы будем повторять, в принципе, друг друга, распределение растительных остатков, наутил начинается с уборки. Я не знал никогда, с чего начинается наутил, первое, что я увидел, когда я, вернее, начинал, и не у кого было учиться, в чем и затея была, как бы, организация ютуб-канала. Потому что, когда начинал, вообще даже спросить было нет. И попался Дорогенчук с его сайтом наутил. Я его смотрел, потом пропал сайт, не знаю, кто его хакнул. Тогда Михаил Иванович сделал себе ютуб-канал, я подумал, почему бы нет. Если я мучаюсь, почему должны мучиться остальные? Я буду показывать просто то, что я делаю и то, что у меня получается. Я никого не учу, ни с кем не спорю, никого не хочу агитировать. Каждый принимает решение сам, что делать и как делать. Я исхожу из собственного опыта, я 17 лет в сельском хозяйстве. Не знаю, слава богу, что я не агроном, или не слава богу, у меня совсем другие профильные образования, вообще не относящиеся никаким образом к сельскому хозяйству. Но как говорил у меня командир роты в училище, он говорил, да, нас здесь научат всему. И даже если нас с тобой, говорит, посадят в тюрьму, мы и там будем бригадирами. Поэтому, я знаю, наверное, многие из вас имеют знакомых, друзей бывших военных, которые работают вообще в непонятных для себя специальностях на сегодняшний день, может быть, там, вплоть до космонавтов, я не знаю. Возвращаемся, как бы, к теме. Комбайны для того были куплены, потому что все комбайны, которые мы нанимаем, и вы нанимаете в том числе, все куплены в основном, люди берут их для оказания услуг вам, мне, соседям, кому угодно. И никто из них не задумывается, как укомплектованы эти комбайны и что в них сделали, для того, чтобы нам было удобно. Их задача заработать просто деньги. А наша задача тоже заработать деньги, но так как нам этого хочется. Поэтому я покупал комбайны, которые комплектовал по своему разумению. Где-то ошибался, менял. Цена ошибки очень дорогая. Вы покупаете селку, но вам не подходит, вы через год ее продаете, теряете, грубо говоря, 50% стоимости, минимум 40%. Поэтому для тех, кто еще ничего себе не купил, 10 раз подумайте. Забыл я, как звали, Хавьер, по-моему был, да? Который очень четко у себя написал, что попробуйте начать с того, что у вас есть. Немножко модернизировать. И получится у вас, не получится, уже будете как бы исходить. Поговорите с людьми. Нет советов, что я у себя работаю, сейчас расскажу человеку, как работать в Винницкой области. Я не могу этого сделать. У нас разные почвы и разные условия, даже в условиях одного района. Не то, что говорят, ну, как бы, другая страна или другая область. Каждый должен выбрать все для себя, начиная от техники, системы питания, системы защиты, выбора покровных культур и вообще как бы, ну, любого села оборота. Только каждый сам себе может. Никого, вы всех слушаете, но делаете выводы и решения принимаете сами только для себя и для своих конкретных условий. Не буду останавливаться на сейлках, не об этом, как бы, вопрос. Все, кто смотрит канал, все видели истории этих сейлок. Я буду продолжать, как бы, их показывать, потому что, ну, этот мой опыт, я думаю, что он кому-то пригодится. Если даже кто-нибудь с концомит хотя бы 100 долларов, ну, на моих ошибках, это тоже мне, ну, очень нравится. И это я вам показываю осадки, которые у нас выпадали 26 января 2019 года. Это, когда я говорю людям, что у нас с дождями жах, они не верят. Они говорят, такого быть не может. Вот я вам показываю. Вот эта вот указочка стоит, это там, где находится моя земля. Если вы видите, что вокруг вот это красное пятно, это там, где выпадает максимальное количество дождей. И вот в данный момент мы находимся там, где их в этот момент не идет. Вот в этот день выпало у людей, вот которые находятся вокруг меня, выпало порядка 40 миллиметров. У нас выпало 8. И так продолжается. Видите, там, да, выделено 12 часов пополудня. Я переключаю. На 15 часов пополудня ситуация та же самая. То есть ничего не меняется. И на 18 часов опять ситуация та же самая. То есть все обошло вокруг. И так у нас практически все время. Я ничего, ну, не преувеличиваю, я ничего не придумал. То есть оно есть, так как если это случайно получилось, я не подгадывал. Просто шли осадки, я включил. Был очень, конечно, неудивлен. Ну, думаю, как раз это покажу, чтобы все понимали, что я никого не обманываю. Мне нет смысла обманывать. В чем интерес был перехода для наутил именно вот из-за этой ситуации? Потому что, как обычно, ты находишься в поле, работаешь, смотришь, вокруг стена дождя, а у тебя ничего нет. А потом ты начинаешь разговаривать с людьми, он говорит, да, у меня там 55 сантиметров, да, у меня там 30 сантиметров подсолнечник дал, да, 37 там дал, например, рапс. Ну, хорошо, или я неправильно работаю, или они меня обманывают. Ну, когда посмотрел просто на те осадки, как у нас выпадают, даже в пределах 10 километров друг от друга, ну, ничего не могу сказать. То есть вот как-то так, как есть. Показываю табличку с 2009 года по 2018. Мы раньше просто не вели этого учета, с 2009 начали. Я следил обычно, вот это за 2018 год, попросил девочку, она составила. Ну, во-первых, вы видите, там, да, 303 миллиметра. Не совсем, это как-то правда, там их немножко меньше, если взять на круг. Потому что по июлю месяц у нас дожди, даже в нашем хозяйстве, которое, ну, скажем так, наверное, если это взять в круг, ну, до 10 километров в диаметре. Вот. И даже там у нас они выпадали по-разному. На одном поле могло выпасть 17, 20 миллиметров. Поле буквально 700 метров в стороне на него не выпало никак. Она составляла, как бы, график. То есть, видела, там, два поля по 18 миллиметров, она вписала в общую кассу. Ну, даже при всем при этом, это всего 300 миллиметров, из которых в ноябре 22. Это тоже с учетом, что это было и по 4 миллиметра, и по 5. Мы уже считали, что это такое время года, что они падают в общую копилку. И будем считать их накоплением. Потому что, если и это вычеркнуть, тогда мы приблизимся к друзьям из Казахстана. До 80. Были годы до 2009 года. Два года у нас было, когда было по 160 миллиметров осадков в год. И такое тоже было. Октябрь месяц 4 миллиметра. Комментарии тут, ну, не знаю, как. А июль месяц, вот 50. Я скажу, что даже выпадает, там даже тысяч 17 миллиметров выпало. Ну, побежим в поле. Покопали, 5 сантиметров промокали. Полтора-два часа ветер подул, солнышко выглянуло. И этого ничего не осталось. То есть там, ну, в почве не осталось ничего. И так было вот в июле. Как бы весь июль так и происходило у нас. Все в оборот. Все культуры, которые здесь показаны, это не значит, что их высевают за один сезон. Это те культуры, которыми, в принципе, пользуемся. У нас зашел с Романьковым, когда мы познакомились, был разговор. И он говорит, как планируете силы обороты. Я говорю, никак. Говорит, это точно неправильно, его надо планировать. Надо написать себе план и согласно этого плана работать. У нас так не получается. Были годы, когда я в зиму заходил с двумя старыми гектарами 10% площадей посеянных азимых культур. И то это было посеяно уже просто так. В сухую почву. Азимый ячмень. И потом там повезло, выпал в ноябре снеговый дождик. Он зашел, там немножко распустился. И потом мы выходили в весну, и надо было сеять 2 с лишним тысячи гектаров яровых культур. И что я должен там посеять? Плен? Горчицу? Что? Тогда это еще было все на классике. Поэтому сделал выборы, посеял 50% семечки, 50% сорбы. Как раз это все повезло. В 2008 году все стало сразу хорошо в жизни. Потому что при посеве сорберов стоило 1250 гривен, а по время уборки 350 гривен. И счастье пришло неожиданно. Помню лет 7-8 назад нас на районных совещаниях собирали и обязывали сделать проект севооборотов, в который мы должны были включить 20% бобовых, 10% крестоцветных. Мы все упирались, и я в том числе крутил пальцем на виска и говорил, что идиоты. У нас севооборот, подсолнечник, пшеница, подсолнечник, ячмень. У нас другого севооборота быть не может. Ну вот прошло несколько лет, четвертый год я сам залез в этот севооборот, без всякого института, и придерживаться его стараюсь, и пытаюсь сделать максимум, опять же, бобовых культур. Я не буду рассуждать про мицелии грибов, про бактерии, про биоту, я в этом ничего не понимаю. Вот предыдущий оратор Леонид, он, конечно, много нам рассказал, но так же, как и Андрей, я тоже ничего не понял. Мы привыкли просто, нам вот сказали, да, вы посеяли пшеничку, после пшенички будете сеять горох, вот тогда вы после пшенички должны посеять вот такой коктейль в окровных культур. Это я понимаю. А потом, может быть, в жизни я дальше разберусь, но пока я ничего не понял с того, что он сказал. Хотелось бы более развернутых советов практически для применения. Опять же возвращаемся к комбайну и сохранению влаги. Есть у меня в наборе у комбайнов очесывающие жадки. Из всех, в принципе, способов сохранения влаги в наших условиях, это самый оптимальный вариант. Самый большой недостаток во всем этом, что жадки у меня славянка украинского производства, и у них максимальная ширина захвата всего-навсего 7 метров. И я не успеваю этими жадками убрать весь объем, который нужно. Поэтому часть убираем очесывающими жадками, часть убираем обычными жадками. Но если убираем обычными жадками, и есть возможность снег потерь там, с упавшей пшеницей, подломленной, поврежденной, мы стараемся убирать там с высотой среза 35-30 сантиметров, поставить как можно выше стерню. Потому что если у нас даже везет, и там раз в три года выпадает снег, он у нас не выпадает пушистый, белый, медленно оседает, он у нас идет в ровно горизонтальной земле, при ветре 12-15 метров в секунду, и в виде крупы. И если этого не сделать, этот весь снег остается в посадке. И когда все люди уже как бы сеют, а мы даже не можем заехать на поле, потому что эти субробы на полевых дорогах, мы вынуждены заезжать просто по краю поля, для того, чтобы начать какие-то работы. Эта штука спасает очень серьезно. И даже та стерня, которую вы оставите. Следующий шаг, это подготовка семян к посеву. Неважно, чего вы сеете. Пшеницу, ячмень, горох, рапс, лен. Семена, которые вы собираетесь посеять, если у вас их нет лично у вас, вы их должны купить там, в том месте, в котором вы доверяете, что вас не обманут. И в любом случае, даже в этом случае, постараться проверить их на качество, на всхожесть, на энергию, на чистоту, в общем, на все примеси. В общем, сделать все, что возможно. Мы пока... Я извиняюсь, конечно, тут Леонид Васильевич сидит. Тут не... Не нечем хвастаться. В очистке семян, его бы линию, конечно, поставить. Но пока мы на это не тянем. Поэтому... Показали то, что есть. Да. Все семена, которые мы у себя готовим сами, мы с прошлого года себе сделали семяное хозяйство, потому что когда кинулись идти в поле и сеять, но это не первый год проблема. Семян в районе не купить. То есть нормальных семян нет. И надо куда-то ехать, у кого-то спрашивать, у кого-то проверять. Ну, это как бы нам не совсем удобно. Поэтому решили себе сделать семяное хозяйство и сами выращивать семена. Подбор семян проводим из отечественных селекций. Были уже опыты. Мы проверяли семена немецкой селекции пшеницы. Немецких селекций проверяли ячменя. Наши, одесские. Опять же касается нашего района, нашего региона. Я не говорю про других. Наши одесские селекции подбеждают. Кто был у нас на УТИЛ-Туре, те видели луран высаженный на одном и том же поле в одинаковых условиях. С озимым ячменем зимовый дал на 8 центнеров урожай выше, чем луран. Были разговоры, люди спрашивали, это вот я просто первая, вторая репродукция, вернее, первая репродукция, а зимовая у тебя элита. В этом году я купил элиту лурана. И посел, опять же, на одном поле, где посел еще два сорта одесских селекций. Зимовый и девятый вал. Посмотрим, что из этого победит. Если опять подтвердится наша теория, что наши сорта естественно лучше, то мы будем выводить луран из оборота. Хотя луран мне очень нравится. Опять, чтобы не повторяться, за всеми предыдущими спикерами все говорили опять же об одном и том же. То есть подготовка к посеву. Вот производится посев озимой пшеницы. По предшественнику, если мне не изменяет память, ой, наверное, здесь был у нас нут. И посев этот производили мы в 2017 году, 19 сентября. Что касается сроков посева. Сеем мы в основном, как бы начинаем сеять в сухую почту. Мы не ждем осадков, потому что осадков, ну, дождик может пройти 20 сентября. Через два дня мы выйдем в поле, ну и будем долго сеять, все равно уже как бы теряем время. Когда дождик прошел на посеянные поля, естественно, мы выиграем на всходах как минимум 4-5 дней. 4-5 дней в осени играет очень большую роль. Никто из нас не знает, какая будет осень. Ранняя, поздняя, затяжная, дождливая, сухая. Мы этого не знаем. Поэтому мы 50-40% стараемся посеять в сухую, чтобы если вдруг пойдет дождь, он уже накрыл наши посевы. Все остальное уже работаем по ситуации. Опять же, те же сроки посева. Я сторонник более ранних посевов, потому что мы перешли на меньшие нормы высева. То есть в этом году мы посеяли пшеницы 2,5 миллиона на гектар. В килограммах задаются вопрос, мы не понимаем миллионов, скажите в килограммах. В килограммах считайте сами, берете массу тысяч и умножаете. 2,5 миллиона, потому что в прошлом году мы сеяли 3,5 миллиона, и у нас дождик пошел 21 сентября, и на входе в зиму пшеница была загущена. И очень серьезно. И я думаю, что мы потеряли достаточное количество урожайности, потому что, скажем так, мы посеяли 3,5 миллиона, пусть у нас зашло 3 миллиона, и дали коэффициент гущения 4, и того мы получили 12. Но если кто-то из вас считает количество колоссиев во время уборки, ну я у себя уже лет 5 больше 400 колоссиев не насчитываю. 400, 370 колоссиев. Смысл выращивать 12 миллионов? Оно все равно потом сбрасывает их растения. Ну, питание забрало, влагу забрало, энергию забрало. Результата не дало. Надо попробовать найти, опять же, в каждом из своих условиях, найти такую золотую середину, что в случае, вовремя, если вы получили всходы, у вас хороший гарантированный урожай. И опять же, в случае, если всходы получатся более поздними, что вы тоже получите достаточный урожай, чтобы перекрыть свои расходы и получить какую-то прибыль. Потому что завышать нормы высева, ну, на меня тоже учили, я не акроном. Мне тоже рассказывали, что нормально у нас это 5-5,5 миллионов, 200-250 килограмм. Сыпь, вали. Все из вас видели фильм, надеюсь, который называется «Сотворение хлеба». Это не наша идея, не наше изобретение. Мы просто повторяем то, что было уже кем-то пройдено. Поэтому, как бы я, исхожу из того, чтобы выйти пораньше, чтобы растения успели распуститься. Если мы имеем условия для того, что мы будем уверены, что мы получим ранние всходы, мы все это пустим во влагу, я думаю, что можно обойтись и более низкими нормами высева. Потому что растения дадут больший коэффициент пущения в более ранние сроки. Это уже каждый регулирует сам. Глубину посева я здесь показал. Здесь глубина, ну, до 3-х сантиметров. Потому что если сеем сухую, ну, опять же, наставим севку на 2, а там она как пойдет. Потому что, ну, не получается. Это не настолько точный агрегат, чтобы выставить его там плюс-минус 1 миллиметр. Вот как бы, да, видно лопаточку. То есть на каком уровне она находится. Вот это посев мы тоже производили. Это был предшественник горох. В 2017 году тоже сеяли 19 сентября. А по предшественнику горох были выселены покровные культуры в виде горчицы. Тоже опыта никакого нет. Все, что видим только на канале Михаила Ивановича. Сейчас много тоже людей, которые показывают. Там аргентинский опыт, американский опыт. Уже много людей, когда пробуют, или всегда дома. Мы посеяли здесь смесь покровных культур. Всходы получили, потом они куда-то пропали. В августе пошел дождик, и они откуда-то появились, выросли, и получили мы какой-то результат. Я не знаю, что они... Тут моя задача, когда Михаил Иванович приезжал с Вадимом к нам, и говорят, ну ты для чего их сеешь, что ты хочешь получить? Я хочу получить то, что находится в природе. То есть я не могу понять всех этих процессов, которые там происходят в этой земле, но я вижу, что происходит у меня в посадке. И когда мы весной заходим посмотреть состояние наших посевов, чем еще нравится намутил, я хожу в той же обуви, в которой я приехал. Не навипают эти ком грязи на мои ботинки. Я в состоянии как бы пройти в чистых ботинках уехал. Но все равно мы имеем там грязь. Но когда идешь через посадку, там вообще такое впечатление, что ты идешь по сухому песку. Копаешь, и влаги даже вроде как бы нет. Ты берешь руку, оно там не сминается, вода через пальцы не течет, не комкается в этот пластилин. Как нам рассказывали, взял, скомкал, кинул с высоты кость, рассыпалась, почта созрела. Вот такое впечатление у нас в посадке зрелая круглый год. Поэтому, ну, пытаюсь просто добавить органики. У нас животноводства нет, и мы не в состоянии его там завести, потому что это достаточно дорогой процесс. По наследству нам ни от кого не досталось, заводить заново. дай бог выжить пока. Дальше будет видно. Вот такое состояние я брызгаю, как правило, там за три дня, за четыре, иногда просто за сутки до посева. Так получается. Потому что, ну, не знаю, хочется как бы, чтобы и побольше выросло. И, как бы, тот пурьян, который может зайти, чтобы тоже, как бы, побольше перед, скажем так, химической прополкой, он уже был на поверхности больше. Поэтому брызгаем не за две недели. Может быть, пройдет более длинный промежуток времени в нашей работе, 10 лет, даст бог, случится, то, может быть, мы, конечно, начнем уже по-другому работать. Меньше бурьяна у нас будет. Но самый страшный бурьян это бьюнок полевой. В принципе, все многолетние. Глудольные, златовые. Но бьюнок полевой это у нас пич. Я не знаю, что с ним делать. Буримся. Там есть у нас я должен буду человеку коньяка пьящик. Если все подтвердится. Но мне не жалко. Ну, смотри, какой коньяк уходит. А еще не было результата. Это опять все тоже. Коль я показываю смесь покровных. Коль то, что мне тоже понравилось. Я в самом начале, прежде чем перейти на наутил, взял себе РТС. Потому что все, что у меня было, плуги старые в запасе. Дисковая барана у меня была. Кварнелет хорошая, тяжелая. Девизио 200. Григорь Бессон, Декс.РВ, дисколаповая барана тоже была хорошая. Я просто это все продал, чтобы не было даже соблазна этим залезть в почку. Потому что всегда руки чешутся. Это первая причина. Потому что когда он стоит просто где-то на бригаде, она стоит на улице начинает ржаветь. Кто-то болтик украл, кто-то шлангу снял, кто-то колесо потянул. А сердце болит, и ты опять берешь деньги и тратишь на это. И за этим ухаживать надо. Оно зарастает в буре. Ну в общем, чтобы не было соблазна, я продал. Думаю, а как будет дальше? Вдруг что-то не получится, мне нечем даже будет перестраховаться. Меленько, меленько, но мы за дисклой. Я поехал и хотел сразу себе взял селфор. Ну, при чем взяли, думаю, посмотрю, как он будет работать по стерне. Товарищ у меня взял селфор, только вот раньше. Я ему звоню, он говорит, ну приезжай, там управляющий выйдет, он тебе все покажет. Я заезжаю к нему в хозяйство, так поворачиваю уже на хозяйство, а часто к нему езжу, у него с правой стороны был яровой ячмень, он уже скосил, прошел хорштайгером, и прошел меленький дождик, и стоит эта земля черная, и так солнышко пригрело, и такая зыбка над этим. Я встал, вышел, нахрена мне тот селфор, такая красота, грядка, может я все-таки куплю себе хорштайгер. Понимаете? Поэтому, и когда вот это все остается безобразие на поле, мне до сих пор люди, ну, уже 4 года, но не все, но едут и говорят, Борисович засрался, все поля загадили. Такое раньше хозяйство было, все было чистенько, культурно, а сейчас, ну, на что же это похоже? Что-то молчу, потому что каждому немного объясняешь, но мне радуется. Вот такая редька у нас вырастает, если повезти. с погодой. Жалко, что не до икон. Это посев этого года, мы сеяли по предшественнику НУС, и в этом году мы посеяли 13 сентября, потому что у нас прошел дождик 17 миллиметров, получилось промокание на 8 сантиметров глубины, и мы приняли решение посеять на 3 где-то сантиметра, 4, может быть, чуть глубже, чтобы именно в этот слой влаги попасть. Я тоже понимаю, что это риск, может быстро пересохнуть, и мы потеряем зерно, которое туда посеяли. Но нет другого выхода. Если я сейчас посею, получу всходы, все равно на всходы уходит у нас, ну, грубо говоря, 2 недели, от 15 до 20 дней, чтобы получить полноценные всходы. Это уже, думаю, будет 25 сентября. Шансов, что к 25 сентября выйдет и попадет еще какой-то дождик, ну, есть они, но если я сейчас этого не сделаю, тогда эта влага совсем уйдет, и к 20 сентября будет полувлага какая-нибудь, если я туда посею, у меня больше шансов потерять семена. Поэтому мы приняли решение и посеяли, скажем так, 50 процентов площадей в этот непотреб. А вот это я вам просто сейчас показываю всходы на 25 октября по предшественнику Горох 17-го года. Это они же, то есть в такой фазе развития. И это было посеяно, еще раз напомню, 19 сентября, то, что у нас пошел 21-го или 22-го. И теперь всходы, опять же, по предшественнику подсолнечных на тот же самый период в 17-м году. Это оно же. Это погорчица. То есть вы видите, да, развитие, которое за месяц мы получили. Достаточно неплохо. Это с междурядем 20 через 40, я вернусь к тому чуть позже. И вот это на 8-е ноября развитие пшеницы, которое было посеяно на неделю раньше, чем годом до этого. И это развитие хуже. Почему? Потому что мы посеяли всходы, получили, но дальше дождей, как мы себе и думали, их не было. Прошел еще какой-то дождик. В общем, у нас влага так и удерживалась на глубине 8-10 сантиметров. Ниже на 2 штыка было просто сухо. Просто, ну, была пыль. Поэтому развитие ни пшеницы, ни рапс у нас не было этого развития. оно просто вот зашло, как-то распустилось и застыло до самого ухода, грубо говоря, в зиму. То есть, видно, да? Это по подсолнечнику, а это по рапсу. Какая разница? И там на 25-е октября, а здесь на 8-е ноября. Поэтому, никого учить не могу. Просто призываю всех работать и по ситуации. Принимайте решение. Хотите что-то попробовать страшно, попробуйте на небольшом участке. Я не... На наутил я перешел сразу на 100% площадей. Это тоже говорит, давай начнем с 10-ти. То есть, это как? Я должен купить сейву за стоило там 50 тысяч долларов, да? И весь этот шлейф полугол, барон, бесколабовых оставить тоже на кучу денег. И как это? Вот здесь я сею, а здесь не сею. 5 лет я здесь экспериментирую, а там продолжаю 5 лет мучиться. А потом, через 5 лет перейду полностью на наутил. А будут у меня эти 5 лет или нет? Кто это знает? Придет завтра человек и скажет, отдай мне мою землю. Поэтому я просто перевел сразу все на 100% на наутил. И для того, опять же, чтобы накопить растительные остатки, с кукурузой у нас очень печальный опыт. Я сеял ее и 25 тысяч с междурядем 70, и 25 тысяч с междурядем 2 рядка, 2,10 пропуск, 2 рядка пропускаю, опять 2 рядка сею, 2,10 пропуск, их кулисный метод, типа, как это называется. Я его, как показывал, как же Камьер, он показывал один рядок, а у нас два было. И этот промежуток мы ходили по... как они называются, этот агрегат вылетело из головы. Не рафицецинная барана, а... фрезой. Спасибо. Хотели фрезой обрабатывать, но опять же жадность. Насеяли 300 гектаров, одна фреза двухметровая. пока 300 гектаров закончил, первые 100 уже бурьянтов. Куруза не растет, а бурьянтов прет. И опять к этому кругу загадили. Урожайность 25 сантиметров. На следующий год купил две фрезы. Ну, думаю, уже что, 300 гектаров. Может же можно больше посеять. Посеив 400, результат тот же самый. Потом одно поле вышифровано. Ну, скажу так, при наличии влаги урожайность была максимальная 50, если как бы во время медитации идут дождики. При отсутствии влаги урожайность 20. то есть рентабельности практически нет, пользовались только как предшественник. И тоже, опять же, возвращаясь к этому силуобороту, все равно у нас задача заработать деньги. Мы можем сколько угодно говорить о любви к земле, но дома живут, сидят дети, родители, старики наши, родственники, которым надо кушать, которым надо лекарства, которым надо деньги на жизнь. Мы не можем просто удовольствоваться любовью к земле и делать все для земли. Для себя тоже надо что-то оставить. Поэтому стараемся находить баланс между рентабельными культурами и нерентабельными. Это тоже развитие на 8 ноября сегодняшнего года. То есть видите, разница какая. Даже с учетом, что мы посеяли на неделю раньше. Развитие хуже. Возвращаясь к этому междуряде 20 через 40. Я не знал о споре Браганчука с Романковым, но при этом как бы его тоже сделал себе такое междуряде. И скажу так, опять же, если использовать широкие междуряди, надо найти те сорта пшеницы, которые для этого пригодны. здесь у меня был в междуряде посеян луганский сорт забыл его название поленица. Спасибо. Поленица. Он при таких междурядях дал урожайность хуже, чем при сплошном посеве. Но это не совсем корректное сравнение. Мы те же самые 3,5 миллиона запахнули в эти литки. То есть здесь в этих литках пшеница получилась более загущена, чем в обычном междуряде 20-20. Здесь тоже может быть кроется какой-то нюанс. Это тоже надо учитывать. То же самое сделал и Драганчук. Он тот же самый норму посева запахнул широкорядные посевы. Тут надо немножко к этому поводу спорить, можно нет. Но поленица именно дала хуже. А немецкий сорт камдин дал у меня при такой же схемке такую же урожайность как при сплошном посеве. То есть о чем я еще раз хочу сказать. Для таких вещей надо тоже подобрать сорта. Не каждый сорт подходит для широкорядного посева. Надо выбрать сорта, которые имеют лучшее опущение и способность к более лучшему опущению. не в ту сторону. Возвращаемся к 17-му году. Почему? То есть подбор гербицидов. Дело что мы не оглядываемся на последействие гербицидов. Были у нас проблемы в особо засушливые годы с подсолнечником и с РАПСом. Мы задавали вопрос людям, которые более грамотнее, чем мы. Нам спрашивают что вы использовали как гербициды. Вроде как ничего такого. Грандстар как все. Как оказывается отсутствие влаги Грандстар не успевает разлагаться. И он начинает аккумулироваться на поверхность. И потом те культуры, которые вы сеете, ну хорошо, если вы грандстаровский подсолнечник посеете. Если обычный, вы получаете проблему. Ее не видно, сразу вы ее не видите, если у вас нет контроля. просто был такой случай, когда мы обработали пшеницу осенью, родил Макси, осенью, убрали урожай и через год посеяли подсолнечник на этом же поле. Ну и едем, а он вырос, растет, медленно, невысокий, но списываем на то, что засуха, засуха действительно была. Нам на это поле большое 300 гектаров там пришло 8 гектаров человек отдал забирайте выращивайте что хотите. Мы посеяли там тоже семечку, ну естественно там больше будет запуянилась и прощай, дай поставим людей пусть посопарать. Ну поставь, поставим, поедем посмотрим, что они там сделали. Ну поехали, уезжаю, а там семечка в два раза выше, чем на моем основном поле. Не могу понять, в чем. Она, да, там тот шестебелек, но она выше. Я говорю, поехали, у меня было поле, который тоже там в участок был бассейна озимая пшеница, остальное поле было под кукурузой. Там мы семенник делались в пшенице. Приезжаем туда и едем по кукурузе, семечка стоит такая в колено и доезжаем, где была пшеница и просто такая ступенька сантиметров двадцать, наверное, перепад по высоте. Тоже не поняли. Задаем вопрос, начинаем отлистывать, мы применяли градилмакс, вызываем байер, они говорят, такого быть не может. То есть мы пишем, что даже при весеннем применении нет последействия, а вы осеннее применение восбор, этого быть не может. О чем спорить с людьми, которые не хотят признать то, что у них есть последействие. Поэтому стараемся применять на пшенице такие гербициды, которые не будут действовать на последующую культуру. Но если уже у нас так сложилось, то тогда надо посеять следующую культуру, такую, которую они не повредят. Потому что мы не знаем, что у нас осталось на почве от тех гербицидов, которые мы туда внесли. Это очень большая проблема. Это пшеница после нутов. И на нуте я здесь применял рейсер. Была засуха, рейсер не сработал. Пошли злаковые бурины. Я решил подстраховаться и еще применил гаменицид повер. Потом посеял пшеницу. Щелкова тоже говорит, что на рейсере не щелкал что-нибудь Адама на рейсере нет после действия. Вот пожалуйста, вот это вот желтые пятна сразу проявились. Моментально я так понимаю это просто на развороте нашего обрызгивателя там стоит автоматика и он если видит место, где он вроде не побрызгал, он начинает брызгать. Там не по форсуночной, а на секцию. он увидел вот такой кусочек включил все секцию вот оно вам перекрытие получалось. Отсюда вылезли эти недостатки. Копали вроде развития корневой все, но вот такая желтизна. Мы получили здесь 46 центнеров своих. Ну сколько мы недополучили мы не знаем. Этого не знает никто. Питание пшеницы. Делали опыты разные. Советовал себя Севериной Гудкиной. Большое спасибо. Скажем так, пришли к выводу, что для нас самое оптимальное питание пшеницы это 30 процентов мы даем при посеве азота вместе со сложными удобрениями. Мы сеем в частности сульфамофос. Даем от 150 до 200 килограмм в зависимости от болей от предшественников. Даем 30 40 процентов по мерзлоталому это селитрой. И даем остальное 30 процентов даем кассу при начале вегетации когда можно взойти в поле. Почему? Потому что был собственный опыт применения кассы. Мы при посеве дали азот померзло там не дали позадеялись на кассу пришел касс с небольшим опозданием мы его внесли у нас выросла пшеница вам по пояс будет а урожай мы получили 35 центров то касс массу выгнал но на формирование урожая он уже не сыграл никакой роли. Мы на следующий год попробовали по-другому и дали 30 процентов померзло тавану и получили совершенно другой результат. То есть у нас я не агроном я так думаю и так рассказываю что наши культуры начинают вегетацию при температуре плюс 3 плюс 5 градусов среднесуточно. То есть тогда мы еще в поле зайти не можем и не можем дать питание. А когда мы уже можем у нас уже сухо. В прошлом году 11 апреля минус 2 12 апреля утром плюс 5 12 апреля в обед плюс 20 и потом ниже 20 температура не опускалась. У нас за сутки образовалась корка толщиной 5 сантиметров даже на покрове с соломой но вместе с соломой как сама спеклась и осталась и сделать мы с ней ничего не могли. Поэтому вот так мы у себя кормим пшениру. Нам это подходит. Четвертая подкормка, которую Лена говорит, нам она не подходит когда по флагам в листу когда пусть начинают выходить и как бы формируется количество зерен в колосках. Они только нависовались. Потому что к этому времени у нас уже за 20 жарит и дождей нет никаких. Смысл. Мы пробовали. Убрызгаешь, вносишь даже каких-то 10 килограмм карбамида по листу приходишь на следующий день края листов желтые. Да она не пропала. Сколько мы забрали в этой пшенице урожайности никто не знает и никто не ответит. Поэтому мы от этого ушли и остановились только на трехразовом питании. Ну я покажу. Что касается в прошлом году мы сделали тоже эксперимент опыт скажем так поставили сделали поле разделили пополам зимой внесли селидру на всю площадь и на половину поля внесли 100 килограмм карбамида опять же подсмотрел у американцев что они зимой кормят карбамида но все мне еще нельзя потому что испаряется куда-то улетает азот ну дай попробую 30 гектаров не такое страшное дело можно и попробовать попробовал внес 3 килограмм карбамида весной вторую половину поля внес с сейлкой 30 килограмм карбамида результат получился практически одинаковый разница в один центер в пользу применения серы ну это такое может быть где-то на весах там неправильно то есть это ни о чем при урожайности может быть при урожайности 20 и было бы да о чем-то говорил но при урожайности за 40 то есть я считаю что это не имеет никакого смысла это теряет кучу времени кучу работы кучу энергии солярки человеческих сил и нервов вместо того чтобы сеять мы кормим пшеницу зачем этим заниматься это опять же то что касается нас вот таких условиях мы кормим у меня видео есть когда мы вносили водок селитру куча людей кричала вот что вы делаете сейчас как все растает как все стечет и у вас вся селитра уйдет в овраге у вас ничего не останется или там промоется на такой глубину что будет недоступно растения у нас не бывает таких осадков чтобы промылось я не знаю какие должны быть осадки чтобы азот промылся я таких у себя не видел может мне когда-то повезет и я увижу пусть промоется я хотя бы посмотрю как это бывает вот это вносили по снегу также мы вносим видите да что снега нет просто мерзная земля потому что ждать снега или дождя ну мы не знаем дождемся мы или не дождемся то есть мы вносим а там уже будет как будет ну как правило оно у нас это срабатывает это мы уже как бы кормим кассом как я вам говорил да последующая это третья подкормка у нас один из вариантов когда уже как бы надо кормить но мы не можем потому что колеса 320 стоят на обрыскивателе и получается у нас глубокая колея и надо кормить и жалко и приходится как бы да один из вариантов которые мне показали в этом году здесь стоят колеса вообще 900 из комбайна но это большой обрыскиватель 4430 там немножко мы себе решили в этом году наверное перейдем на 720 попробуем что из этого получится чтобы выйти в поле немножко пораньше ничего я не успеваю защита растений опять же подсмотрел в Краснодарском крае у человека защищал диссертацию мы все как защищаем пшеницу да мы все даем легенький фунгицидик там как биндозимчик брызнем пол-лилитра а там дальше поглядем он говорит что это глубокое заблуждение что в это время лучше всего вносить серьезный фунгицид если мы занимаемся защитой растений который предотвратит заболевания остановит развитие всех грибов и в выходу флаговый лист она будет здоровая пшеница потому что в этом состоянии когда она выходит зимы мы еще не видим есть там болезни нет там болезни и кирбинозим не ну и что-то подобное там пикуканозол они не решают никаких проблем мы просто создаем себя визуальный дефект поэтому мы будем работать так а там уже как жизнь покажет конечно оставим себе контроль покажем о применении норм раствора вот этот с левой стороны как оно от меня это диджетовские форсунки 20 литров на гектар с правой стороны это те же 20 литров только с разницей по высоте в 50 сантиметров я купил себе агромодульские форсунки здесь не представлены ни рекламы я людей не знаю но я вам скажу что на них распределение намного лучше вот это как раз агромодульские форсунки с разницей по высоте в 50 сантиметров найдите различие и здесь норма вылива пикант когда я это делал у меня не было форсунок на 20 литров и я их не мог показать ну и вот это форсунки на 100 литров тоже диджетовские чем они лучше 50 литров агромодуль при всем при этом когда я купил эти форсунки диджетовские мне были я выходили в лесну как-то изговорить что надо 50% уже их поменять они не рабочие они отработали эти не сезон ну я позвонил заказал звоню на агромодуль думаю может там тоже надо как бы поменять а человек говорит вы знаете ничего менять не надо у нас люди покупают форсунки и потом вместе соприсовителем их продают это был единственный человек в моей жизни который сказал ты мне один раз купил больше мне не звонить азимый ячмень посев все прочее как бы все одинаково тут ни о чем говорить не буду на междуряде широкорядном азимый ячмень у нас дал плюс 2 центнера прибавки на 50 центнера то есть 49 на обычном междуряде и вот при таком междуряде дал 51 центнер не знаю в чем загадка не могу расшифровать хотя и там и там было тоже посеяно везде по 3 миллиона ячмень вышел очень перекущенный весной вот так ячмень вот это выглядит он в рядке который ну через 40 в котором 3 миллиона запкнуты в этот ряд вот так выглядит ячмень сегодня хотя за год до этого ячмень был посеян позже по срокам тоже развитие как вы видите да разное по защите ячменя вот это ячмень у нас вышел из зимы по защите ячменя я применяю два препарата которые называются авиатор экспроп и skyway это единственные препараты которые в моей практике дают ячменю уйти в уборку сухим зеленым листом на которых нет ни пятнистости ни болезней все остальные препараты любого ценовой категории которые я не поменял они не держат пятнистости на ячмене опять же в моих условиях хотя у нас сух и вот эти два препарата которые по этой дают возможность ячменю зайти в уборку то есть лист зеленый но сухой и мы убираем вот так выглядит посев где вот это я опять же разговор о междуряде наши посевы чтобы не снимать сошники высевающие секции мы оставили просто заглушили их и вот там видите где проехалось колютно диск сошник проехал как бы получилась большая трещина и она осталась до самой уборки это к разговору о междуряде чем меньше мы туда лезем чем шире у нас междуряде я вообще как бы хочу попробовать перейти на 25 междуряде но как это получится на той сирке которая у меня есть это невозможно сегодня сделать но думаю что для наших выпусков было бы более оптимально одну минутку да вот это я вам покажу до развития вот это уран был у нас измолвый на одной площади спрохол уран выглядит по-разному уран выглядит бомба по результату он дал на 8 сантиметров меньше чем тот ячмень который выглядел не совсем презентабельно поэтому вы у себя там где вы живете там где вы работаете у вас есть виселекционные институты попробуйте никто же не говорит да откажитесь от всего возьмите сеть возьмите посеять 10 гектаров на одном поле для сравнения только только вы можете сравнить только вы можете получить сами тот результат который вы хотите пока вы не попробуйте все остальное это разговоры на бобовые у нас не осталось времени сеем мы бобовые сеем мы бобовые кстати по ячменю мы немножко больше даем померзлоталам чем чем как бы при возобновлении вегетаз потому что ячмень не формирует количество зерен в колоске во время выхода колоса он сформировал это во время выхода в трубку и во время кущения поэтому большую часть азота по ячменю мы даем раньше слайды пролистаем я это просто хотел показать это мы сеяли нот в этом году вот в эту засуху вот видите да опять же спор был по поводу сошников вчера вот видите сошник крайний он по самой основную ступицу а у всхода я все равно получил только 40% потому что ну неравномерно распределяются крупноплодные семена на двух дисковых сошниках вот пожалуйста это глубина заделки чего мы не как мы только там не добивались вплоть до того что у нас ну вот вот это результат и по поводу семян да тоже как бы нута я использую семена одесской селекции в этом году мы попробовали в прошлом в восемнадцатом году я купил турецкие семена за все деньги 4200 долларов за ту тонну посеяли показываю результат вот с правой стороны это турецкий с левой стороны это одесский сорт памяти разницу в цвете то есть эти семена или изначально приходят вам зараженные болезнями или они просто предназначены для работы по схеме да что есть три листа заходи брызгай фунгицидом началось светение заходи брызгай фунгицидом образовались бобы заходи брызгай фунгицидом не отработал получишь такой результат а мы как бы нищие у нас нет таких возможностей брызгай фунгицид наши селекционеры выращивают более устойчивые к болезням семена поэтому выбирать вам чтобы выбрать вы должны попробовать все равно у себя на хозяйстве или у людей которые рядом с вами для этого нужны единомышленники чтобы вы могли обтяниться я могу сколько хочешь ставить опытов у себя на хозяйстве но я не могу объять необъятное для этого должны быть единомышленники которые дадут возможность поделить эти опыты между друг другом если получится большинство большое спасибо Вопрос относительно макопатии и влаги, когда достаточная высота покровной культуры. Вы сказали, что приостанавливаете покровную культуру в день посева или за день до посева. Проявляется этот вопрос? Не знаю. Я не пробовал, не оставлял контроля, поэтому не могу вам об этом сказать. Косолап вчера говорил, что надо рассматривать вопрос приостанавливать покровную культуру. Я тоже согласен. Если нет этой влаги, то откуда я ее взял? Ее все равно нет. Понимаете, о чем мы говорим? Давайте посмотрим Рика Битлера. Человек не применяет фунгицидов, гербицидов, инсектицидов, не применяет удобрений. В честь ему и хвала. Он на утиле 35 лет. Может быть через 35 лет я тоже не буду этого применять. Я пока делаю то, что у меня получается сегодня. Завтра поменяются условия. Может поменяется почва. Может поменяются сорта. Может поменяются гибриды. Может поменяются какие-то удобрения. Может новая химия какая-то будет. Может забредут какое-то животное. Кстати, если можно включить... Мне самая последняя фотография нужна. Может быть все изменится. Я пока живу так, как у меня сегодня получается. Я не оставлял для этого контроля. Не могу вам сказать, есть там разница или нет. Кстати, всем рекомендую, когда делаете какие-то опыты, делайте контроль. Контроль обязательно. И контроль не на соседнем поле. А на том поле, на котором вы ставите опыт. Потому что даже два поля друг от дружки отвечают очень серьезно. Я к чему... Вопрос хороший. Опять же, про химию хотел вернуться. Забыл совсем. Я был в октябре месяце в Румынии на презентации комбайна. Вот. Но это для тех, кто не знает. Вот это мы. И все материалы собраны с ресурсами. Я не готовился к конференции. Михаил Маевич сказал только осенью об этом. Поэтому ни фотографий, ничего мне не было такого запасного. Что снял, то выложил. Он просто брал с того, что у меня есть. Но это вот так, как Пушкин сказал, и мы утили. Вот тоже наш человек, да? Да. Ну что, вот это вот я покажу. Я извиняюсь еще секунду. Я в ту сторону выставлю общество. Конец, да? Там. Да. Просто был на презентации. Меня что удивило. Количество Божьей коровки. Вот вы не поверите. Нельзя было даже рот открыть. Ты открываешь рот, а Божья коровка тебе туда лезет. Вот она все. Бутерброд берешь, она тебе в бутерброде. На штанах. В карманах. В ушах. Куда угодно налезть. С такого количества Божьей коровки у нас не видел вообще никакой. Как они это делают? И я не знаю. Но очень достойно уважения. При учете, что вот это есть хищник. А когда у нас растет рапс, и он выходит с крючок. Да? Или горчица. И она полностью усеяна. Эта тлю. Аж белая стоит. Вот чем надо победить. Но мы же травим, когда брызгаем все. И это в том числе. Может быть придет когда-то время, когда мы этого делать не будем. Но только так, как есть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.